Всем добрый день! Сегодня будем шить вот такое интересное детское одеяльце. Вверху белая баечка, блоки с аппликациями, здесь такая цветная фланелечка, внутри синдипончик. Одеяльце небольшое, в детскую колясочку или маленькую кроватку. А если захотите сделать такое одеяльце побольше, значит увеличите число этих блоков по вертикали и по горизонтали. Если я вас заинтересовала, оставайтесь со мной, смотрите видео дальше. Для тех, кто не видел первую часть, расскажу немножко поподробнее. Значит, наше одеяло будет состоять из блоков, вот такие вышитые блоки, которые будут располагаться вверху. Внизу будет фланель, еще ниже синдипон, здесь ситцевая ткань тоненькая. Ну и еще потом один слой у нас будет баечка цветная. Но это будет потом, когда мы эти блоки пришьем по вертикали и по горизонтали. Итак, по горизонтали у нас три блока, в центре блок с аппликацией. Размер каждого блока 21 на 21 сантиметр, то есть квадраты. Здесь аппликация по краям, здесь опять в центре и опять по краям. Итого шесть аппликаций у меня. По бокам, а также вверху и внизу я оставляю по 2 сантиметра на швы. Поэтому нетрудно посчитать, что одеяльце наше будет в крое 67 на 88 сантиметров. Вы можете сделать больше, увеличив количество блоков по вертикали и по горизонтали. Нижние слои ткани, а также синдипон не отрезаем пока вровень. Вот если здесь мы оставили 2 сантиметра на шов, то нижние детальки пускай будут больше, так нам будет удобнее. А вот эти листочки, квадратики сделанные из А4, я разложила просто для того, чтобы было удобнее разложить наши блоки с аппликацией. Потом эту бумагу я конечно уберу. Также для работы нам понадобятся вот такие полосочки ткани. Я купила 30 сантиметров вот такой полосатой тканюшечки. Порезала на полоски шириной 4 сантиметра. По краям примерно по сантиметру подогнула. И вот такие получились у меня полосочки. Можно конечно использовать магазинную косую беечку. Там края уже подогнуты. Получается этой полосочкой ткани я закрою все вот эти наши срезы. Значит я накладываю. Вверху получается срез к срезу. Вот в стык. И вот так прошиваю. Швом 1 сантиметр. Здесь срез к срезу, но именно вот так вот в накладку я бы сказала. И так далее. Вот так пришью. Потом отгибаю. Краешек уже подогнут. И еще раз прострачиваю. Детальки эти конечно надо в нескольких местах, хотя бы вот так в 4 местах, заколоть булавочками. И так я эту полосочку пришью по вертикали, а потом такую же полосочку по горизонтали. Одеяльце небольшое и шить его совсем не сложно. Значит здесь прикрепила иголочками. Здесь вот именно идет шов, как я говорила, в стык, навстречу один к другому. А здесь эта полосочка поверх нашего блока с аппликацией. Одну сторону пришили, вторую отгибаем и прострачиваем сверху. И тут для красоты тоже потом отстрочим. Вот так выглядит наше одеяльце. Все кругом достаточно аккуратненько. Вот так выглядит с изнаночной стороны. Хотя эта сторона еще не изнаночная, можно сказать. Здесь у нас будет фланелечка цветная потом. Ну а сейчас пока вот таким образом. Сказать честно, такое одеяльце я шью первый раз. И нигде в интернете я как бы не подсматривала. Как обычно иногда делают люди что-то непонятно. Найдут аналогичное. Ага, вот тут надо еще отстрочить. Подучатся. Я вот как бы подумала, как можно пошить. И вот так я придумала. Может быть где-то в интернете есть такой мастер-класс. Значит еще одну минутку уделю. Вдруг кто-то что-то не понял. Значит здесь у меня был вот такой кусок белый. И я на него наложила вот эти вот аппликации. Вот они аппликации. И швы закрыла вот этими полосатыми полосочками. Так, теперь я накладываю по бокам. Ну по всем краям я еще лишнее не отрезала. Поэтому вот так прикладываю. Отстрачиваю. Вернее пришиваю. Потом отгибаю. И потом уже отстрачиваю. По бокам так сделаю. А потом вверху внизу. Пришью. И вот так отстрочу. И будет у меня все в центре. Все кубики будут отделяться этой полосочкой. И по краям кругом будет все в полосочку. Вот так выглядит наше одеяло теперь. Теперь надо все лишнее вот это пообрезать. Осноровить. Как говорят партнерки. Одеяльце накладываем на цветную фланель. Лицевая к лицевой. По бокам пускай будет на сантиметрик два больше. И прострачиваем. Швом сантиметр. Ну а в уголочках можно пару стежков сделать вот не под прямым углом. А вот таким образом. Чтобы легче было вывернуть. Ну и одну сторону конечно оставляем сантиметров двадцать. Непростроченного. Вот допустим здесь. Чтобы потом нам вывернуть. Пару стежков сделали на уголочке. Под углом 45 градусов. Лишнюю ткань потом там отрежем. Уголочки выворачиваем. Через прореху уголочки выворачиваем. Прореху можно зашить вручную или на машинке. Значения не имеет. Ну и пожалуй я отстрочу еще вот строчка в строчку. По краю не стоит. Здесь очень толстый слой. А вот так вот строчка в строчку по всему периметру. И наше одеяльце будет готово. Одеяльце наше полностью готово. Симпатичное одеяльце. В меру толстенькое. Три слоя ткани получается. И слой синдепона. Если будете шить такое одеяльце для девочки. То используйте не голубую тканюшечку. А допустим вот розовенькое, что-то веселенькое. Меленький принт. Например горошек. Будет очень симпатично. Ну а если вы начинающая портниха и делать вам аппликацию сложно. То купите фланель. Несколько цветов. И вот так будете чередовать. А если вы захотите пошить одеяльце именно вот в старинной лоскутной технике, как шили наши бабушки. То сейчас вам в двух словах расскажу. Складываете два лоскутка разного цвета. Прострочили. Опять два лоскутка. Прострочили. Строчку не разрезаете. И вот так по вертикали шьете столько, какая вам нужна длина. Прострочили, да? Потом эту книжечку раскладываете. Накладываете сверху. И опять прострачиваете. Смотрите, чтобы цвета ваших лоскутков не повторялись. Прострачиваете по вертикали. А потом сострочите по горизонтали. В такой технике вот эти перемычки не нужны. Если вы что-то не поняли, у меня видео такое есть. Заходите, смотрите, ссылочка будет. А на сегодня все. Если мое видео было для вас полезным, поставьте пальчик вверх. Ну это еще для того, чтобы вы это видео не потеряли. Если оно для вас интересно, если вы будете шить такое одеяльце. А еще лучше подпишитесь на мой канал. И тогда вы точно будете в курсе всех событий, которые происходят у меня на канале. А видео обещают быть не менее интересными. На сегодня все. До свидания. Всего доброго. Пока. Продолжение следует...